Вы видели твит Макрона и ответ кремлевский, который последовал? Нет, еще не видел. Они провели телефонный разговор. Макрон, и это, собственно, следует из твиттера французского лидера, попросил Путина прекратить удары по мирному населению Украины. Путин, в свою очередь, выдвинул условия окончания так называемой военной операции. И суть этих условий — признание российского суверенитета над Крымом, демилитаризации, деноцификации, то есть то, что мы слышали, по большому счету, обеспечение нейтрального статуса Украины. Вот в свете того, что происходит сейчас в переговорах, это вообще не лишает ли их смысла, на ваш взгляд? А переговоры изначально лишены смысла. Изначально. Все, что происходит там на переговорах, это профанация. Я считаю, что у Путина есть задача присоединить Украину к Российской Федерации, Беларусь тоже, и войти в учебники истории. Как кто? Как кто? Как фашист, как лидер фашистского государства. Другого пути у него нет. Он отрезал себя от другого пути. У него выхода нет уже. Можно я уточню? Это по вашей оценке та задача, которую он ставит себе? Именно в таком качестве? Он себя так видит? Вы знаете, я вам скажу, что я о нем думаю в настоящий момент. Я всегда относился к нему крайне нелестно. Вы это хорошо знаете. Я говорил о нем такое, чего не позволял никто. Это я лет пять назад, включаясь в программу к Скобееву и Попову, на весь мир сказал, что Путин преступник. И это видео в Ютубе, по-моему, 8 или 9 миллионов просмотров. Я сказал на российском телевидении, в прямом эфире, включаясь по скайпу, Путин преступник. Сегодня я считаю, что, конечно, он военный преступник. Он фашист. Он Гитлер сегодняшних дней. Он человек, который, на мой взгляд, сошел с ума. У него паранойя. Он человек, который давно оторвался от реальности. Потому что больше 20 лет править огромной ядерной страной – это уже проблема. И для ядерной страны, и для того, кто ей правит. Но еще, я думаю, два года коронавируса, пандемии, которую он провел где-то в бункере, они усугубили его состояние. Он оторван от реалий сегодняшнего дня. Я думаю, что никто ему не может перечить. Я видел эти испуганные лица российской элиты во главе с Нарышкиным, который что-то блеял, мычал, тряс губами, руками. Думаешь, чем-то еще во время общения с Путиным. Я все понял. Мне это было достаточно. Я же не видел таких заседаний российской политической элиты. Я посмотрел на них. Но часть негодяи конченые, часть негодяи, понимающие, что надо как-то выползать из этой ситуации, а часть вообще быдло, чистое быдло. Вот этот уровень. Поэтому Путин деградировал сильно за эти годы. И он уже не понимает, что он делает. А главное, он не понимает, что ему за это будет. Потому что Украина уже победила. Чем бы и как бы не закончился этот, хотел сказать, конфликт, да нет, война. Украина победила. Украина показала Путину несломленный дух, показала всему миру себя, и своих целей он никогда не добьется. Никогда. Все. Шанс упущен. Ему сегодня надо думать о его будущем, если оно у него есть. Потому что может случиться так, что его соратники к нему придут и скажут Владимир Владимирович, до свидания. Причем в прямом смысле. Скорее быстро, чем долго. Скажите, вы в безопасности сейчас? Да, я нахожусь в Украине. И я в абсолютной безопасности. Меня охраняет государство.